Ну привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев и прямо сейчас в выпуске новостей. Трубы в нескольких районах не выдержали испытаний. На стройке новой школы в чистых прудах произошел пожар. Ремонт дорог остановили, зато начали рисовать разметку и озеленять город. Это субъективный взгляд на события этого дня, по моей версии. Как всегда, коротко и занятно. Поехали! После испытаний на сетях коммунальщикам придется латать трубы в нескольких районах. Не все сети выдержали температуру 130 градусов. На нескольких участках были обнаружены дефекты. Из-за них горячей воды теперь нет в домах на улице Профсоюзной, Октябрьском проспекте, Дериндяева, Ленина, Ульяновской, Чернышевского и Макаренко. Ремонт труб уже начали. Воду обещают вернуть в короткие сроки. Но не везет Кирову на новые школы. В чистых прудах на площадке, где строят учебное заведение, случился пожар. ЧП сняли на видео очевидцы. Между бетонными блоками поднимался черный густой дым. На место прибыли сотрудники МЧС, они потушили огонь. Известно, что никто не пострадал, строительство продолжается. Напомню, что это не первое несчастье со строящейся школой в городе. Две недели назад в микрорайоне Долгушина у недостроенной школы рухнуло перекрытие. Обошлось без пострадавших. Ремонт дорог приостановили на время. Подрядчик убрал технику с проезжих частей из-за дождя. Ремонт ПБКД ввели на восьми участках. На всех уже успели снять верхний слой асфальта и уложить щебень. Свежее покрытие уложили на улице Парковой, Юбилейной и в поселке Костино. Две улицы в Коминтерне, это Зои Космодемьянская и улица Колхозная. Там уже устроены все слои, так как объекты там небольшие, бортовых камней в тех заданиях не предусмотрено. На самом протяженном участке на улице Павла Корчагина работы тоже пришлось перенести из-за погоды. В планах отремонтировать еще две улицы, это Баумана и Ананинскую. В сухую погоду дорожники успели нанести разметку только на семи участках. В основном на тех улицах, которые будут задействованы в майские праздники. На данный момент разметка проезжей части сделана частично на московской с паской Карла Липкнихта, Дериндяева и Карла Маркса. Линии наносят пластиком и эмалью. До июня подрядчик должен разметить 42 улицы. На дорогах, которые будут ремонтировать, разметку будут наносить позже. Киров начали озеленять по новой концепции. Там, где раньше росли петуньи-бархатцы, теперь появятся кустарники и злаки. Первую партию новых растений высадили у мэрии. Там теперь будут раституи. Это маленькие хвойные кусты. За клумбами с цветами тоже будут ухаживать по-новому. Их почву будут укрывать корой. Это поможет в борьбе с сорняками. Озеленение коснется всех районов. К майским праздникам новое растение появится на Театральной площади и на набережной Грина. На Советском тракте и улице Луганской цветы высадят в яркие круги. На улице Сурикова появится крупное насаждение, а на Октябрьском проспекте высадят яблони. В этом году на озеленение потратят 30 миллионов рублей. В Кирове начали раздавать георгиевские ленточки. В каждом районе города теперь можно встретить волонтеров. Их можно увидеть на Театральной площади у цирка в районе Цума у филармонии. В микрорайонах Коминтерновский и Ленгасова. Ленточки раздают бесплатно. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» будет проходить с 25 апреля по 9 мая. Напомним, что символ победы принято носить у сердца. Областной Минздрав посчитал. В год офтальмологи региона проводят больше 3000 операций. Врачам сейчас помогает в работе современное оборудование, на котором возможны операции на микрохирургическом уровне с минимальным риском возможных осложнений. В клинике «Смотри» сегодня вы можете сделать коррекцию зрения методом фемтолейсик. Главное преимущество этой процедуры – отсутствие хирургического вмешательства. Вся процедура длится всего 15 минут, а через пару часов вы сможете увидеть мир в ярких красках. В клинике сейчас действует акция. Стоимость процедуры – всего 49 500 рублей за оба глаза. Клиника «Смотри» находится на Московской семь. Кировские студенты с размахом встречали весну. Традиционно все учащиеся вузов собрались на большом галоконцерте. Он прошел филармоний. Студенты разных факультетов пели свои авторские песни, устраивали показ мод и удивляли хореографией. Показывают таланты студенты не просто так. Лучшие номера наградили дипломами, а победителя отправятся в Пермь представлять область на Всероссийском фестивале студенческого творчества. И на сегодня это все. В студии был Роман Корнеев, и я напоминаю, как и город, так и новости. Пусть и город, и новости будут во. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова